Всем привет! Сегодня мы будем делать тушенку. Насмотревшись видео нашей подруги Инны с канала Мы ее по двери и решили попробовать. Купили мы домашнее мясо. Купили мы крышечки, взяли соль. У нее, кстати, очень простой рецепт. Берем домашнее мясо, свинину. Здесь у нас 4 килограмма и вот на 44 килограмма соли и вот такой вот приспособление. По ее рецепту получается, что на 1 килограмм мяса выходит 11 грамм соли. Так как у нас 4 килограмма мяса, то мы взяли 44 грамма соли. Теперь мы все это посолим и оставляем на полчаса. По рецепту туда идет сало. Но так как у нас сала не было, мы обрезали с мяса вот такой вот жирок и будем ложить его вместо сала. По рецепту туда еще лавровый листик. И перец. На литровую банку там 15-16 горошин. 1,2,3,3,4,5,6,7,8,9... Ну у нас сумешь перцев, смесь перцев. кастрюлька у нас небольшая поэтому вмещается только четыре баночки да у нас нет огромных кастрюль и теперь закатываем крышками чтобы не испарялось то что даст сок который выделяется с мясом рецепт очень простой легкий мясо соль перец лаврушка тоже такие не умеете как мы могут его повторить посмотрим что у нас без этого получится так уложили теперь чудо чудо крыша чудо крыша надо уметь ей пользоваться а там не соединилась там и не соединиться не знаю Вот такая штука. Если бы не Инна, мы бы не знали, что такие есть. Да, я много чего не делала, не стерилизовала, потому что у меня не было таких крышек. Я даже не знаю, как я жила без таких крышек. А теперь я могу много чего готовить. Единственное, вы видите, что плохо, что вот эта часть, да, вот эти вот усики мешают, как-то сейчас будем думать, тусовать. Надо, чтобы все вместились. После перестановок, в общем, растусовали, вот так вот у нас получилось. И наливаем теперь водичку и кипятим. В общем, все, набрали мы водичку, поставили на огонь. И теперь с момента закипания варим 6 часов. Надо будет еще и воду добавлять, если будет выкипать. Будем смотреть. Пока крышечки булькают, стреляют, мы закручиваем другие баночки. Да, у нас получилось еще 2 литровых. И одна вот так вот, не полная. Оказались мы не совсем готовы. У нас не хватило пол-литровых баночек. Хотели делать только маленькие, но придется делать и большие. Крышечка чепокнула. Вообще, мне нравится этот способ. Он быстрый, простой. И, я думаю, он должен быть очень вкусным. Вот как приготовим, так будешь пробовать. Жалко, что долго. 6 часов. Крышечки вот эти вот надо снимать после того, как остынет. Вот эта вот крышечка, когда остынет. Да. Ту крышечку надо снять, когда остынет эта крышечка. Понадувались уже крышечки, все почпокали. Теперь стрёмно. Да. А вдруг рванет. И будем здесь вот, в тушенке. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Автоклава у нас нет, поэтому это единственный способ приготовить тушенку. Вот эти две баночки не входят в эту кастрюлю. Придется еще искать кастрюлю. Как-то мы не готовы к тушенкам. Три баночки не входят, две войдут. Две входит, а третья не входит. Да. Поэтому... Еще и кастрюль чтоб не хватит. Да. Кастрюль больших нету. Банок не хватает. Банок нету. Собрались одни тушенку делать. Ну все, все баночки стоят, все баночки греются. Получилось пять полулитровых, но это считаем как полулитровых, потому что она не полная литровая. И две литровых, это с четырех килограмм у нас получилось. Вот столько получается. Первая льжа закипела. Наверное еще надо кипеть. Ссылочка на оригинальное видео будет внизу в описании. Да, а то у таких умельцев как мы, может и не получится. Ну все, как приготовиться будем пробовать. Ну все, прошло шесть часов. Тушенка варилась шесть часов. У нас мы добавляли водичку, когда кипела. Баночки остыли, мы сняли вот эти зажимчики. Но некоторые крышки затянуло, а некоторые вот они вот так вот. Почему-то еще не затянулись. Не всосало их. Вот такое получилось. Насколько вот это вот правильно? Наверное неправильно. Непонятно почему. Видите, хорошо. Вот такое вот получилось у нас. Будем пробовать. Кто знает пишите, что правильно или неправильно. Почему так вот произошло? Может мы что-то не так сделали? Может это и нормально? Ну я думаю это не нормально. Ну вот такая вот. Вообще вот с этими крышечками все легко, удобно. Банки не повзрывало. Оно себе простерилизовалось шесть часов. Остыло, снял. Все готово. Мороки никакой. Делайте, делайте, пробуйте. Всем смачного! Ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал. До новых встреч. Увидимся. Пока. Ммм. Самое оно. По соли идеально. То есть получилось как ты хотел. Да. Вкус с детства. Спасибо под верю. За такой рецепт. По соли вышло хорошо. Правильно? Угу. Пропорция соли соответствует пропорции мяса. Да. Оторваться невозможно. Всем пока. Пока.